Более 9 тысяч коспийчан и гостей города стали свидетелями масштабного концерта, прошедшего на главной площади Каспийска 28 мая. Наш город принимал программу в День пограничника. Напомним, что концерт состоялся в рамках патриотического тура за ВМФ в поддержку военно-морского флота Российской Федерации и участников специальной военной операции на Украине. Мероприятие состоялось по инициативе генерального продюсера тура заслуженного артиста России депутата Госдумы Дениса Майданова при поддержке президентского фонда культурных инициатив главы региона Сергея Меликова и администрации Каспийска. Череда патриотических концертов проходит в городах нашей страны, на чьей территории базируется российский флот. Каспийск стал четвертым городом после Севастополя, Калининграда и Владивостока. Друзья, давайте мы начнем нашу программу, потому что это праздник государственного масштаба, а значит песни будут звучать о нашей великой родине. На сцене народная артистка Республики Дагестан Рукият Гамзатова и солист театра оперы и балета Республики Дагестан Денис Федоренко. С 17.00 с огромной сцены выступали выдающиеся артисты и коллективы Республики. Это вокальные номера солистов Дагоз в филармонии, блестящая оркестровая программа от военного оркестра Махачкалинского соединения Росгвардии и краснознаменной Каспийской флотилии и многие другие. Ведь Родина, как мать, сплотила нас! Да здравствует страна моя Россия, Россия! Да здравствует любимый наш Кавказ! Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы сто тысяч лет! Свои умения и таланты продемонстрировали воспитанники ансамбля ГИМХО, детской школы искусств и детской школы эстрадной песни. В то же время на площади города развернулись несколько интерактивных площадок «Кораблик Победы» и «Родной герой», где каждый мог написать письмо солдату, а также рассказать о своем герое-моряке в видеосюжете, лучшие из которых демонстрировались на экране. «Прошел всю войну и вернулся домой целым и невредимым. Он для меня пример. И так как я заканчиваю в следующем году 11 класс, я хочу поступить в военный вуз и пойти по его стопам». Главное действие началось в 19.00 с выступления генерального продюсера Тура Дениса Майданова. В своем выступлении он отметил главную миссию данного мероприятия. Это объединение народов необъятной многонациональной страны, пусть не в самое простое для нее время. А также вместе с Сергеем Войтенко они исполнили несколько песен. «Друзья, нет для встречи побед, и не важно какая погода, дружба одна на всех, дружба одна на всех, и песня одна, и дорога». «Хочу сказать, что наш тур носит большой объединяющий характер. Наши предки в далеком 1945 году победили нацизм, и вот вновь он расцвел уже в наше время, в 21 веке, при нашей жизни. И уже ни для кого не секрет, что его, этот нацизм, как таран агрессии против России, используют страны НАТО, Европа, Западный мир. И мы приняли исторический вызов, потому что это вызов за то, чтобы быть политически и экономически суверенным государством, за нашу культуру, за наше общество, за нашу самостоятельность в этом мире». Вместе с Денисом Майдановым в наш город приехали и другие знаменитые артисты – Ольга Кормухина, рэпер Эсте, Сергей Войтенко, группы «Баян Микс» и «Послезавтра». А также вокалистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бравуна, Наталья Кочура и Кристина Древаль. «Мы приехали из Донецкой Народной Республики. Сегодня будем исполнять наш внегласный народный гимн Донбасса. Называется «Донбасс за нами». Музыка Михаила Хохлова, слова Владимира Скопцова». «То есть это та самая песня, которая уже прогремела во всех патриотических фабриках. Что исполняете?» «Ну, во-первых, это патриотическая акция, поэтому сегодня очень много патриотики и очень много песен, которые поднимают дух всех наших граждан нашей страны. И, собственно, не только у меня это патриотический репертуар, практически у всех артистов сегодня». Еще одним гостем нашей республики стал гвардии старший лейтенант мотострелковой бригады ЛНР, солист ансамбля армейского корпуса «Новороссия» Роман Разум. Он рассказал о том, как на Донбассе встречал дагестанских ребят, отметив героизм, проявленный Нурмагомедом Гаджимагомедовым, а также поведал о своей роли в этом туре. «У меня глава республики снял с фронта и отправил сюда выступать для жителей Дагестана в день пограничника. Идеология не меньше важна, чем работа артиллерии, поэтому очень важно сейчас деноцифицировать Украину, выбить им из головы вот этот вот навязанный фашизм, вернуть им понимание русскости, чтобы они вернулись опять, ну, как говорил Владимир Путин, в родную гавань». Концерт, прогремневший на весь Каспийск, точно войдет в историю нашего города. О нем еще долго будут вспоминать заряженные позитивом горожане. Ведь с приходом каждого артиста публика восторженно аплодировала, подпевала и подтанцовывала в такт с музыкой. «Музыка» «Вот, еще громче!» Музыкальная программа была по вкусу каждому гостю, пришедшему на концерт. От классической эстрады до любимого молодежью рэпа. «Если счастлив, не говори никому, и с вами счастье любит тишину, где твои плечи косно с ним и оба косну. Попробуем! Счастье любит тишину!» «Если счастлив, не говори никому, вы счастье не обману. Счастье любит тишину!» Поздравили пограничников с профессиональным праздником и поблагодарили артистов почетные гости. Глава республики Сергей Меликов, глава Каспийска Борис Гонцов и начальник штаба Краснознаменной Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский. Друзья, я хочу еще раз всех вас поздравить с таким замечательным вечером. Но поздравить хочу и тех виновников торжества, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, наших дорогих пограничников. Денис, сегодня на самом деле было очень трогательно, особенно тогда, когда ребята выступали с Донбасса. Поверьте, мы вместе с вами с 2014 года переживаем за то, что происходит на территории Луганской и Донецкой народной республики. Я хочу этими словами выразить поддержку и тем, кто выполняет сегодня боевые задачи на территории Донецкой и Луганской республики, и тем, кто сегодня испытывает трудности, а не временные. Дорогие наши братья и сестры, мы с вами и с вами будем всегда. Хочу сказать большое спасибо жителям, детям Каспийска, которые собирали посылки, отправляли письма нашим воинам, воинам-дагестанцам, воинам-каспийчанам. Отдавали частичку своего сердца, своей теплоты, своей души, чтобы там было чуть-чуть легче. И ребята на передовых рубежах были поддержаны вот этой теплотой. В завершении мероприятия участники концерта вместе со зрителями передали эстафету городу Североморску и всему Северному флоту. Следующей и последней остановки патриотического тура. Как отметили организаторы, участники тура за ВМФ вернутся в Каспийск в ноябре на 300-летие краснознаменной Каспийской флотилии.